Если вы не собираетесь надевать галстук, то не застегивайте самую верхнюю пуговицу. Также не бойтесь расстегнуть и вторую пуговицу, она делает ваш вид более расслабленным. Сегодня в видео 10 способов выглядеть привлекательнее в рубашке. Переходим к девятому пункту. Скажем, вы не надели галстук и расстегнули пуговицы. В таком случае надевайте футболку с V-образным вырезом. Не надевайте круглый ворот, чтобы футболка не вылазила. Номер 8. Выбирайте правильный воротник. Сегодня воротники делятся на два типа. Узкие воротники, угол между углами будет не больше 35 градусов. Большинство рубашек идут именно с таким стилем воротников. Они отлично выглядят с галстуками. А если вы не собираетесь носить галстук, тогда поищите рубашки с широким воротником. Они имеют угол 45-55 градусов и отлично смотрятся без галстука. Конечно, вы можете надеть галстук с широким воротником. Просто надо выбрать подходящий узел для галстука. Он должен быть широким, чтобы заполнить пространство между углами. Совет 7. Обязательно надо подбирать правильный цвет ткани, который подходит к тону вашей кожи и цвету волос. Если у вас, например, светлая кожа и светлые волосы, тогда вам подойдут светлые оттенки голубого, зеленого, серого, красного. Стоит отсеять темные оттенки и цвета. Если у вас светлая кожа, то стоит быть аккуратнее, чтобы не заглушить одеждой ваш натуральный цвет и оттенки. Следующий тип – это парень, у которого немного смуглая кожа и темные волосы. Что ж, такому парню повезло, потому что он может носить любой цвет и оттенок. Но вот на что стоит обратить внимание, так это на создание контраста в своем образе. Так, если у вас темный костюм, то лучше надеть светлую рубашку. Если рубашка, то лучше всего белая, затем голубая и, возможно, розовая. Более темные оттенки будут выглядеть более casual. Но ничего, можно попробовать яркий синий цвет или бордовый. Следующий тип – это те, у кого темная кожа и темные волосы. С такой комплекцией вы можете использовать самые сильные цвета. Конечно, белый – это основа. Можете попробовать светлый, розовый или фиолетовый, также синий или зеленый. Так, перед тем, как мы перейдем дальше, я должен вас предупредить, что после того, как вы узнаете эти 10 советов, как выглядеть привлекательнее в рубашке, вы посмотрите на свои рубашки и поймете, что они отстойные. Следующий совет, как лучше выглядеть в рубашке – это сильные линии. Это значит накрахмаленный воротник и выглаженные манжеты. Идеально ровная подкладка под пуговицы. Она должна быть выглаженная без каких-либо складок. Если у вас помятая рубашка, то это все увидят. То же самое и с воротником. Воротник не просто надо хорошо погладить утюгом, но также в нем должны быть распорки, которые вставляются в края и держат форму. Давайте поговорим о манжетах. Манжеты не должны быть слишком узкие, но также они не должны быть слишком большими, чтобы рубашку можно было снять, не расстегивая их. Если вы носите часы, то ваши манжеты не должны мешать часам. Все должно быть удобно. Следующий пункт подкреплен наукой. Необходимо знать, как правильно закатывать рукава. Девушек спрашивали, что на их взгляд сексуально в мужчинах, и ответ, который входил в топ-5, это закатанные рукава и голое предплечье. Следовательно вопрос, какой способ закатывать рукава самый привлекательный? Ответ, на мой взгляд, это мастер ролл. Для того, чтобы собрать рукава таким способом, надо поднять манжет на нужную высоту, затем лишнюю ткань закатать еще раз сверху. В результате получается очень аккуратный рукав, который не разойдется в течение дня. К тому же, если вы захотите спустить рукава, то достаточно один раз потянуть, и все будет на своих местах. Далее, не бойтесь выбирать яркие цвета. То, что выделяется. То, что вы можете носить с уверенностью, и то, что по вашим ощущениям делает вас лучше. Если вы уверены в этом, то вы можете спокойно это носить. Выучите правило, как заправлять рубашку в брюки. Когда вы смотрите на край рубашки, то по ней видно, если ее надо заправлять или нет. Рубашки, которые можно носить на выпуск, обычно имеют ровный край. Или это просто определенный стиль рубашки. Пола тоже носится на выпуск. Костюмные рубашки всегда надо заправлять. А вот если это рубашка casual, тогда можно уже запутаться. Если, например, это темная рубашка, можно ли ее надеть на выпуск? Что ж, есть два условия. Рубашка, которая надевается на выпуск, должна быть не ниже линии пояса на 5 сантиметров. На втором месте у нас умение пользоваться паттернами. Итак, самый простой паттерн, который легко носить, это оксфордский. На мне сейчас такая. Обычно в них используются два цвета. У меня идет белый и синий. Издалека она выглядит как одноцветная, а вот вблизи уже нет. Также очень прикольно выглядят рубашки с крупным плетением. Полоска. Отличный паттерн для большинства парней. Может сделать вас стройным и подтянутым. Есть три типа полосок. Первый, это бенгальский. Это когда у нас полоски двух цветов. Первый белый, а второй уже другой. Также полоски одинаковой толщины. Следующая полоска называется кэнди. В таком паттерне цветная полоска будет в два раза тоньше, чем белая. Между полосками больше расстояния. Следующий тип. Если вы ищете что-то броское, тогда вам понравится трак паттерн. Это паттерн, который состоит из трех цветов. Белый как основа. И два противоположных цвета разных оттенков. И клеточка. Клетка обычно считается более простым узором. Особенно если клетка широкая и яркая. Моя любимая клетка – это глэн паттерн в светло-голубых оттенках. Его не сильно заметно, пока не приблизишься вплотную. Она является отличным способом выделиться. Итак, друзья, на первом месте нашего списка самое важное правило, когда речь идет о рубашке – это размер. Я уже говорил ранее, если одежда вам не по размеру, она будет плохо выглядеть. Итак, какие ключевые места на рубашке, чтобы угадать с размером. Начинается все с ворота. Если вы можете заложить два пальца, то все в порядке. Если вся рука помещается, то слишком большая. Далее плечи. Если рубашка не совпадает в плечах, тогда ее не стоит покупать. Это невозможно исправить. Чтобы проверить длину рукавов, надо просто вытянуть руки вперед. Манжеты не должны оголять косточку и не должны закрывать ладонь. Длину можно еще подогнать, а вот аккуратно с мешковатыми рукавами. Значит, они слишком широкие. Итак, длина рубашки. Тут, конечно, каждый производитель отличается. Мне нравится, когда длина рубашки на 5-10 сантиметров ниже пояса. Чтобы я мог ее заправить, она не выходила из штанов. Торс у рубашки должен быть свободным 5 сантиметров с каждой стороны. Если вы покрупнее, может вам потребуется чуть больше. А если вы весите 50 килограмм и роста метр семьдесят, тогда, может, вам лучше будет оставить поменьше дополнительной ткани с боков. Если вам интересно узнать больше деталей про рубашки, тогда смотрите это видео. В нем я рассказываю, как выбрать идеальную рубашку. А если хотите узнать все четыре способа, как подкатывать рукава, то у меня есть для вас видео. Прямо вот тут. Прямо вот тут.